Сегодня вновь открылся тоннель под железной дорогой на улице Зырного в Риге. Он был недоступен несколько месяцев. За это время был демонтирован старый фундамент и вспомогательные конструкции старого путепровода. Построены несущие конструкции нового железнодорожного путепровода, включая монтаж 39 новых опор, монтаж инженерных коммуникаций по обеим сторонам улицы, монтаж опалубки для заливки бетона, частичная постройка дорожного покрытия и другие работы. Впрочем, тоннель пока функционирует не в полном объеме. Если раньше автомобили двигались тут в четыре ряда по двум полосам в каждом направлении, то теперь движение идет только по двум полосам в разные стороны. Около 20 октября мы планируем закончить этот перекресток, чтобы все эти дорожные полотна были закончены. Там не будет верхний слой асфальта, это будет только следующей весной. Не будет, конечно, велодорожки вдоль этой стены, но улица будет сделана шире, чтобы она была удобнее для проезда в двух полосах в каждую сторону. Кроме этого, есть проблемы с организацией движения, поскольку на улице Дзирного со стороны улицы Абренес доступна только одна полоса для движения, а движение идет в обе стороны. Далеко не все водители понимают, как организовано движение перед тоннелем. Здесь с улицы Дзирного есть такая стоп-линия, и они начинают ехать на зеленый свет, потом, когда загорается красный, машины уже подъехали к перекрестку, и тем самым они перегораживают дорогу для тех, кто двигается с противоположной стороны. Вот как раз сейчас мы наблюдаем этот момент. Я думаю, что самая главная дисциплина не только пешеходов, но и автоводителей, которые наверняка хотели бы успеть на последней желтой моргане и проехали стоп-линию, и доезжая до суда уже там чистые красные. Впрочем, Андес Линде согласен, что здесь необходимо понятнее организовать движение, и, возможно, строители вынесут временный светофор ближе к стоп-линии, чтобы водители не попадали в аварийную ситуацию. Аналогичная проблема с другой стороны. Водители также не замечают желтую стоп-линию и близко подъезжают к светофору. А стоп-линия там не просто так. Она дает возможность автобусам, идущим с конечной остановки на Абранес, взять широкий угол поворота и заехать в тоннель. Периодически тут возникают заторы. В течение ближайших двух лет строители разберут старую северную часть тоннеля. Там же будет снесен старый советский пешеходный тоннель, который вел на перроны. Управление по охране культурного наследия не нашло в нем никаких исторически ценных элементов. Данил Смирнов, Микола Бастанжиев, Руселосам.